Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали разговор, как внешне может показаться, не совсем связанный с верой. Мы начали разговор о креативности, о творчестве. И действительно, для человека, который, может быть, сейчас вот впервые нас смотрит и задается вопросом, при чем здесь Бог, при чем здесь вера, при чем здесь духовность. И самое главное, неужели, если я не буду творческим и не буду с творческим подходом подходить к вере, то я, в общем-то, и верующим называться не смогу. Вот об этом мы начали разговор в прошлый вторник, и сегодня мы продолжим разговор о креативности с нашим гостем, с отцом Тихоном Схановым. Здравствуй, батюшка! Здравствуйте! С клириком храма Казанской иконы Божьей Матери, педагогом, причем не в прошлом, я надеюсь, что все-таки это вещь, которая всего лишь на паузу поставлена, но продолжится обязательно. Вот, автором вот книги «Бородатая педагогика». Отец Тихон в недавнем прошлом был педагогом психологии, преподавателем психологии, занимался с детьми. В общем-то, наверное, психологией занимался детской через театр. Да не знаю, ну, да, тоже, да. То есть это была такая форма знакомства с детьми и попытка подвести, собственно, ребенка к самому себе, к пониманию себя самого. Мы в прошлый вторник, мне кажется, сказали самое важное. Вот, может быть, наш разговор, он был достаточно тягуч, вот, он был такой достаточно. Почему-то пришел, да. Да, но ядро в нем возникло, ядро вот этой длинного цикла наших встреч, бесед, что человек, если он хочет по-настоящему верить в Бога, и, то есть, как бы в скобках поставим, да, то есть выстроить живые отношения с живым Богом, который есть живой творец, который есть все держитель, да, то есть он все в своих руках держит. С творцом необходимо выстраивать отношения творческие. Невозможно здесь просто заниматься вычеткой молитвословий, вот, сухим прочтением от главы к голове Священного Писания. Хорошо, что, кстати, мы этого коснулись именно в пост. Да. Но вот сегодня мне бы хотелось поговорить с вами именно как с педагогом, потому что, надеюсь, нам удалось, по крайней мере, наших зрителей убедить в том, что творчество это не какая-то вещь третьестепенная, третьесортная, которую можно в себе не воспитывать. Вот может ли креативность быть воспитана? И вы, как педагог, как это воспитывали, если воспитывали, в детях, играющих в театре. Ведь тоже же вот дети, которые читают «Чайку» Джонатан, от них же требуется какое-то вдумчивое, осмысленное проживание этого произведения. А вот не требуется. То есть можно, может быть, и ничего не понимать. Вот. Но как-то, например, переживать историю определенного героя. Вот что-то непонятное должно произойти, но что-то должно произойти. Не должно быть пустоты. Вот надо чем-то наполнить. Вот свою жизнь, будь то на сцене. Вот какая-то должна быть наполненность. Вот как добиться этой наполненности? То ли это будет какое-то похожее страдание в твоей жизни на переживание героев. Вот. То ли это будут какие-то интересные, любопытные для тебя увлеченные воспоминания. То ли ты так ярко как-то посочувствуешь. То ли как-то проанализируешь. Ну, я не знаю. Но это должна быть какая-то наполненность. И вот здесь, в общем-то, ничего не требуется. Детей, наверное, они просто ставятся в какие-то условия. И в этих условиях вынуждены выживать. В этих условиях у них что-то там происходит или не происходит. В общем-то, вдохновение, творчество и креативность не такие уж, на самом деле, управляемые процессы, как может показаться. Но есть... Ну, то есть, это не технология. В этом нет технологии. Но есть какая-то интуиция, наверное, у многих, как эти процессы запускать. Вот. Да. То есть, какие... Ну, на это тоже нет закона. Вот. Вот. То есть, в каких условиях это запускается? Вот. Вот тоже мы с вами, помните, смотрели фильм про женщину, которая перформансы устраивала. Она говорила, что у нее очень жесткая мама была. И вот в какой-то момент она на фоне этой жесткости стала вот такой вот особенной, креативной. Вот. Вот. Иногда полезно дать максимальную свободу. Иногда наоборот. Не надо давать максимальную свободу, потому что человек растерялся. Иногда важно зажать его в рамки цензуры, страха того, что тебя не поймут, будут высмеивать. Вот. Вот. Скажет, что ты еретик. Вот. Или там. Вот. Иногда нужно создать эти рамки. Для других надо максимально эти рамки освободить. Вот. И тогда что-то проявится. Вот. Как-то так. Можно ли воспитать? Ну, то есть, надо этим заниматься. И потихонечку это может и быть, ну, воспитанным, что ли. Есть какие-то упражнения, да. Вот. И некоторым они хорошо помогают. Знаете, да, пятна рожечка? Знаменитые вот эти рожечки, где вот эти пятнышки, я их очень люблю, там. С них много чего начинается. Вот. И просто что ты видишь, ну, на картине. Рассматривание облаков, там. Вот. Ну, какие-то такие вещи, да. Вот. Но креативность и творческость, такая вещь интересная, она целостная. Она включает в себя не только интеллектуальные способности, там, память, мышление, ну, какие-то особенности, да, человеческие. Такие интеллектуальные. Но она еще включает в себя очень большой личностный компонент. Стремление, ну, к жизни, к чему-то новому. Определенная иногда семейная ситуация. Иногда человек хорошо творит, когда ему плохо, допустим. И вот у него, и тогда творчество для него может быть таким, ну, временным, временным лекарством, что ли. Вот. А вообще вот это можно загасить в человеке? Окончательно, бесповоротно? Да. Убить креативность в нем? Да, можно. И что тогда происходит с человеком? Как мы эту мутацию, условно назовем это мутацией, мы будем... Надо потихонечку сделать его таким конформистом во всем. Вот во всем. Чтобы он никак не выражал ничего. Что надо сделать его роботом и магнитофоном. И вот этот вот робот-магнитофон будет нетворческий. Вот. И на самом деле это сделать не так просто. Ну, попробуйте сделать из человека робот или магнитофон. Это непросто. Человек всегда будет творческим и креативным. В своей практике встречали детей, у которых окончательные бесповоротные убиты креативы? Нет, не было таких. А людей, взрослых? Нет. Потому что, мне кажется, вот... Зацепи и все попрет. Надо цепануть. Вот надо зацепить чем-то. Вот зацепишь и все. Потому что, ну, не знаю. Это раз. Во-вторых, ну, это такая вещь еще... Она не только принадлежит человеку. То есть есть, ну, высшие силы, которыми этим тоже могут управлять. Ну, есть, ну, даже вспоминая термин такой, богодухновенность. Вот иногда находят же вдохновение. Мы же так и произносим, да? Так и говорим. Нашло вдохновение. Откуда оно взялось? Да не знаю. Вот. Оно откуда черпается? Заражается от других. То есть это, ну, полно всего. Вот даже бывает... Смотришь на человека вроде нетворческий, да? Там неоригинальный. Неоригинальный. Но он любит, например, воспринимать произведение искусства. И на самом деле это его ведь творчество. Он творчески воспринимает искусство. И это тоже проявление его вот этого вот начала. Потому что текст пишется актом его чтения. Вот. И он ходит на выставки, он смотрит спектакли и так далее, и так далее. Бывает, что гасится креативность, когда она не может выразиться, ну, какими-то пагубными привычками. Тогда, да, бывает, гасится это стремление. А бывает наоборот, что пагубными привычками креативность... Будораж. Вот много... Просто сейчас вы сказали про вредную привычку. Да, много. Я сразу вспомнил венчику Ерофеева. Много. У него эти штуки были... Ладно, он вообще крутой. Но у него эти штуки... Он писал хорошо не потому, что пил. И пил он не потому, что что-то у него было плохо с писательством. То есть у него вообще другой отдельный случай. Это... Сейчас про вопрос. Могут ли там вещества стимулировать какое-то вдохновение, креативность? А состояние, похожее на вдохновленность и креативность, они, конечно, могут стимулировать. Вот. Но дело в том, что креативность – это целостное состояние личности. Оно включает в себя и интеллектуальные всякие... И эмоции всякие, и волевые процессы. И есть в нем еще надличностное. Вот когда вещества, они подействовали, появилась там эмоция, или там что-то произошло там с подвижностью мышления. Вот. Но всего остального может не быть. И тогда то, что мы получаем, то творчество, оно получается бедным. В конце концов, неинтересно. Но часто бывает, люди там что-нибудь сочинять... Помню, Джим Моррисон с вами бы поспорил. Ну, пускай. Вот. Под веществами сочиняют, а потом понимают, что это полная ерунда, полная чушь. Вот. Настолько все... Это правда такая зыбкая среда, настолько все по-разному бывает, неоднозначно, что вот... Я бы просто хотел все-таки ближе к вере. Мои вопросы вот про то, можно ли это загасить окончательно, или встречали ли вы людей, которые не креативны. Почему в церкви так мало вот этой креативности со знаком плюс, вот этой хорошей креативности, когда я хочу, например, помолиться, обратиться к Богу с каким-то живым пониманием Его? Это, с одной стороны, так мало, и мы об этом можем сожалеть, с другой стороны, это хорошо. Дело в том, что есть опасность в свободе. В свободе, в большой такой, беспредельной, есть, ну, некоторая опасность. Сейчас скажи, что каждый может свободно молиться, так как он захочет, любыми словами своими, по любым правилам. Появится хаос, вот, и в конце концов, который приведет к тому, что будет несколько всяких разных течений эритических. И вот этот вот разный хаос будет закостеневать тоже в своих там разных правилах, вот, и все это расползется, разъедется. В прошлой-то передаче вы правильно отметили, прям в точку попали, что святые отцы, практически все творцы, вот, они все занимались сочинительством. То есть была когда-то эпоха, когда не было молитвослова. И в какой-то момент люди начали это писать, это начали... Это сейчас у нас, это нормально, то есть вообще есть такое, даже, может быть, ох, сейчас скажу, мне никто не поругается, может быть, даже чуть-чуть немножко невротическое такое состояние, что мы должны воспроизвести церковь дореволюционную. То есть, понимаете, она там законсервировалась? Дореволюционная это еще не самый ближний, там, многие хотят апостольскую церковь реанимировать. Ну, это как бы два, это уже два, скажем так, направления, да, но сама вот, как бы, вот эта тенденция, что нам нужно воскресить ту церковь, которая была там, 70 лет не было, и вот сейчас это открылось, и надо все воспроизвести. И вопреки здравому иногда смыслу, надо сделать так, как это там было. Соответствует эта жизнь уже, не соответствует, но надо воспроизвести так, как это было. Это просто такой этап, и в этом, ну, ничего страшного-то и нет. Вот. Этот этап чуть-чуть немножко заканчивается, вот как я сейчас чувствую. Вот, может быть, он прям остр так был в каких-то 90-х, там, может, 2000-х, да, когда прям, не дай бог, ударение не то на службе человек произносит, ну, там, соломчик, да, и это свидетельство вообще, там, апокалипсиса, который уже, ну, понятно, да, там о чем. Ну, вот, и, но сейчас, так вот по чувству, церковь делает еще такой второй шажочек, может быть, какой-то свой, может быть, модерн, вот, церковный. Я сейчас немного лишний. Какой-то свой церковный модерн. Воспринимайте меня не как теоретика, там, а как сказочника. Мы же про креативность, про творческость. Я сказки рассказываю сегодня и в прошлый раз, и в третий раз мы встретимся тоже. Это все сказки, как бы, творческие. Воспринимайте меня как художественную литературу на тему. Вот. И церковь вступает, и вот она уже хочет, ну, какого-то, больше жизни хочется. Но это повсеместно чувствуется. Вот, куда бы ни приехать, повсеместно чувствуется. И люди хотят уже не воспроизведения, а какой-то живой встречи. И у многих, по-моему, это получается и выходит. И, слава Богу, что у нас есть правила и каноны, которые для нас сохранили веру. Вот тут вот тоже важный вопрос. Правила и каноны. Мы в прошлый раз как-то так немножко по касательной прошли с вопросами ограничения. А вот в том фильме, который мы с вами посмотрели до нашей встречи, фильм для наших телезрителей, поясню, документальный фильм, почему мы креативно назывались. Там, сейчас уже не вспомнил, как зовут фотографа, его подводят к стене, на которой нарисован контур. И снизу подпись «Рисовать только в контуре». И вот этот фотограф, ну, то есть заштриховать нужно и как-то закрасить нужно этот контур. И этот фотограф свои размышления о креативности строит на том, что надо разрушать любой контур. Если вам говорят «Рисуйте в контуре», нужно стереть контур. Вот тут вот вопрос. Контуром в православии, в церковной жизни являются правила и каноны. Я не согласен с этим фотографом, который говорит, нужно уничтожить контур. Потому что контур является определенного рода ориентиром. Он помогает нам вот в этом трехмерном пространстве как-то сориентироваться. Но с другой стороны, мы тоже сказали, что правила и каноны нужно делать гибкими. Вот ваше мнение-то какое? Как вам кажется? Нужно, в конце концов, ну, стать хозяином, в конце концов, дома. Ну, то есть, надо ими оперировать, что ли, ну, как инструментом. Даны нам эти инструменты, надо ими пользоваться. И хорошо, что он говорит про контур. С одной стороны, его надо разрушать, конечно, с другой стороны, не надо разрушать. Вот так вот двойственно я скажу. Потому что этим контуром нужно оперировать, уметь. То есть, им нужно уметь пользоваться, рисовать в нем, в какой-то ситуации его там... Я про разрушение, вот интересно, да, креативность разрушения, вдохновение разрушения. Это отдельная тема. Нужно очень сильно всегда руководствоваться вопросом, зачем. То есть, есть просто хулиганство. Оно направлено на просто так вот, ну, продемонстрировать там свое я, там, еще что-то, ну, по-разному. Но есть разрушение, без которого не обойтись, если ты хочешь построить что-то хорошее. Допустим, вот из опыта нам говорят, вот поставьте спектакль, вот у нас единственное помещение, столовка. Прям такая столовка, там пахнет едой, там вот эти вот, ну, стулья с табуретками, с какими-то, и прям заходишь, и прям вот эта столовка, ну, лагерная. Что делать, что делать, какой может быть спектакль? Ну, какой спектакль? Вот это будет какая-то вот чушь какая-то, вот в столовке это будет все, вот настолько атмосфера уже, она там вот столовская, что там ничего другого уже невозможно будет. Что делать, что делать? Надо рушить, разрушать пространство. Также, если как зовут в офис, мы там показывали вот на выставке-то православной. В экспо Волге. Заходишь там, ну, как бы вот такое офисное помещение, тут проекторы, там, жалюзи. Какой спектакль, жалюзи, проект, вот это офис, ну, какое там может быть, что это? Надо разрушать это пространство. Ну, разрушать для чего? Для того, чтобы состоялся спектакль, для того, чтобы состоялась встреча с зрителями. И разрушить так это пространство, чтобы его потом могли после себя восстановить. В случае со столовкой мы поступили, а я, кстати, в тех годах не рассказывал про это. В случае со столовкой мы так поступили. Перевернули столы вот так вот и сделали на сцене вот так ограждение. И столовские столы стояли вот так на попа, мы их поставили, и они стояли вот так вот. Сейчас это очень символично звучит. С учетом того, чтобы вы, батюшка, да. Классно. Вот. И мы их так вот поставили, и прям так смотришь, а ведь это уже не столовая. Это мы все разрушили уже, все. А больше ничего не надо делать. Стулья надо поставить, как, добавить звука, и пусть пахнет едой. И здесь уже возможно, то есть мы можем уже построить какой-то мир вот этот вот, в котором развернется история, в которой встретятся зрители, о чем-то поговорят друг с другом, в котором встретится человек и человек. В том случае с офисом мы тряпку понавесили там, сделали, то есть бардак сделали из тряпок, вот из черных тряпок сделали бардак. Тут повесили, там повесили, типа задник, типа, ну а что-то такое понавешили, и все, и ты заходишь, и это уже не офис. И у тебя нет там привычного стереотипа поведения, как в офисе. Ты там готов что-то другое воспринимать, ты там готов как-то себя по-другому вести внутреннюю, ты там готов по-другому себя, по-другому проживать. Вот, а если показывать в офисе то же самое, тогда должен быть очень профессиональный актер, который разрушит это пространство собою. То есть он настолько будет мощный, что исчезнет офис вокруг него, просто потому что он заставит воображение работать, потому что он увлечет вот в творчество собою. Вот интересно, кстати, вот про канон мы начали, как кодил один священник, не буду говорить кто, и на Рождество, вот к нему пришли, и скоро Рождество, он когда кодил, ему дарили подарки, и он их передаривал. И человек, который был на этой службе, говорит, я никогда еще не видел, чтобы так каждый день совершали. Отец Тихон, ну вот подошло к концу, и сегодняшняя наша встреча, наша беседа, наша передача, я благодарю вас, мне кажется, сегодня тоже очень важные вещи были сказаны, для наших телезрителей поясним, что в следующий вторник мы продолжим разговор о креативности, о бунтарстве, может быть, и о разрушении, как эти вещи совмещаются. Храни всех вас Господь, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok